Едем на Кассандру, в сторону Палюри. Несмотря на субботу, движения практически нет. Вот я лично ни одного еще иностранного автомобиля не увидела. Юра говорит, что увидел каких-то сербов. Но в основном все машины греческие, греческие номера. И движения в полихрону на светофоре. Видите, никого нет. Машин нет. Вот интересно, что на пляже будет. Но мы едем на пустыню. Так, спускаемся к отелю Ксения. Это был ресепшн когда-то здесь. А сейчас здесь пока ничего нет. Потом посмотрим, погуляем. Здесь на пляж, где они сейчас сомневаемся. Так. А вот это то, что осталось от отеля. Пам, просто такие мои с автодрома. Юра говорит, что они в свое время это все красили. Это был шикарный отель в 1962 году. И во что превратилось это все. Бич-бар Кабана. Посмотрим, что тут за организованный отдых. Оказывается, чтобы занять тут место, нужно забронировать по телефону в субботу и воскресенье. Мы этого не знали, конечно, и ничего не забронировали. Поэтому нам сказали, что все занято. И не судьба. Ну что ж, поедем. Сами со своими. У нас все с собой есть. Посмотрите, как хорошо виден святой Афон. Это шикарная бухта Хрусу и Ксения. Это пляж бывшего отеля. Посмотрите, какой песочек, красотища. Ну, мы, конечно, искупаемся. Вот. Бич-бары работают. В прошлом году мы здесь были в мае месяце. Работало только два. Тогда и ограничений не было. Просто еще было рано и холодно в мае. Шикарное просто место. Ну, найдем мы сейчас тоже себе кусочек счастья. И расположимся. Жаль, карточку нам дали. Сказали, приезжайте, забронируйте по телефону. Владичка чистейшая, теплая. Очень хорошо. Красота. Мы находимся в бухте Хрусу. Вот там вот отходят кораблики, которые совершают круиз по заливу Туронеус. И мы расположились вот совершенно недалеко. Вот там Йоргус сидит под рукой нашей. Сидит под зонтиком. У нас все с собой. У нас все с собой было. Вот там сзади видны руины. Это тот самый отель Ксене. Государственная сеть отелей, которая была создана в 60-х годах. для отдыха греков и иностранных туристов. Уже с 97-го года это все стоит в руинах. Когда появились частные отели государственные, эти потеряли актуальность. Я не знаю, собственно, чем они там были хуже. Но, в общем, все это пришло в запустение. И это не единственный такой отель, который стоит вот таким образом. Вот видите, одни развалины. Остатки отеля Ксения. Здесь вот дорожка проходит. И сразу вот пляж. Конечно, все это облагородит когда-нибудь, когда отель восстановят или перестроят. Но не знаю, будет ли у нас простых людей доступ в это место. Въезжаем в Кукурин. На обратном пути. На обратном пути, да. Вот здесь мы увидели больше всего машин. И больше всего оживления. Очень красивая дорога на Кассандре. До Криопегея, до Калифея, идет среди сосновых рощ, коридор такой прям. Ну, как видите, движения практически нет, зато вот впереди болгарский турист, мира болгарских. Проехали отель Форест Парк, сейчас подъезжаем к Полине, Афос и остальные несколько крупных отелей. Коридор из олеандров, вот это мая и июня, здесь очень красиво, когда они цветут. Машин мало, Афос. Кого нет практически. Сейчас заедем в таверну, про которую я говорила, посмотрим, что там хорошего. Таверна Диас, сейчас посмотрим, что тут хорошего. Тут приходят очень многие туристы русские из соседних отелей, Афос, Полине и других. Вот, но здесь я что-то не вижу пока людей вообще. Ну, красиво, действительно красиво. Посмотрите, какие виды. О, красотища какая. Смотрите, как здорово. Фантастический просто вид. Нет, я сейчас фоток понаделаю, конечно, потому что цвет просто изумительный, потрясающий. У пляжа нет внизу, там камушки, зато... Таверна оказалась закрытой, так что мы едем в Калифею, найдем что-нибудь. Ну, ладно, хоть и на виды посмотрели, какая здесь красотища. Трасса на салоне. Трасса на салоне. Субтитры подогнал «Симон»